Добрый день! Я очень рад выступить на уважаемом форуме, и мой опыт выступления перед пациентами тоже существует. Конечно, очень сложно объяснять, может быть, простыми словами, иногда непростые вещи. Но в продолжении разговора, который был начат Татьяна Юрьевна, я бы хотел сказать, что, к сожалению, не всё даётся нам лечить без осложнений, без нежелательных явлений. И все достижения, которые у нас сегодня есть в лекарственной терапии, по-прежнему до сих пор сопровождаются достаточно большим количеством побочных эффектов. Но на сегодняшний день мы попробуем разобрать только несколько из них — анемию, венозную тромбоэмболию, кардиотоксичность, тошнотуру, воту и фибрильную нейтропинию. Хотя на самом деле их намного больше. И вот эта юмористическая картинка нам говорит о том, что, к сожалению, зачастую бывает даже не одно нежелательное явление, и очень часто сложно преодолеть их. И тем не менее наша задача — не сколько их лечить, сколько попытаться предупредить. На помощь нам приходят зарубежные источники, перечни нежелательных явлений. Вот он насчитывает вот такой сборник более 100 с лишним страниц текста, где перечисляются различные критерии токсичности. В целом их можно охарактеризовать пятью степенями, начиная от первой минимальной, второй умеренной, которая нарушает нормальную активность и жизнедеятельность, и требует коррекции уже лекарственной. Третья степень предполагает остановки в лечении, и дальше коррекция её. Четвёртая степень опасна для жизни, и пять может вызывать летальный исход. И уже сейчас можем непосредственно перейти к обсуждению некоторых из них, в частности, тошноты и рвоты — один из самых неприятных моментов в жизни любого онкологического пациентра, который приходится нам вместе купировать. И связано с тем, что очень чувствительными к проведению лечения являются клеточки желудочно-кишечного тракта. В процессе их повреждения выделяются вещества, которые воздействуют на рецепторы и передаются в головной мозг. Там происходит ряд последовательных реакций. Я эти сложные картинки попытаюсь объяснить простым языком. Это, конечно, не один путь. Это воздействие многих систем и органов центральной нервной системы и со стороны коры головного мозга, и соседних структур. И поэтому такой многогранный патологический процесс может вызывать тошноту и рвоту при различных состояниях или различных видах лечения. Мы, как правило, различаем острую рвоту, которая возникает до суток, отсроченная до 5 суток, от 25 до 220 часов. Это тошнота или рвота ожидания, когда пациенты ещё до начала лечения уже испытывают тошноту. Неконтролируемая рвота возникает, несмотря на профилактику и требует каких-то дополнительных введений лекарственных препаратов. Рефрактерные, мы считаем, те состояния, которые, по сути, устойчивы к современным вариантам терапии. И здесь, конечно, намного всё сложнее. Сейчас, конечно, уже останавливаться пока не будем. Но хотелось сказать, что уровни эмитогенности препаратов разные. В наших рекомендациях есть перечни лекарственных препаратов, которые вызывают высокий уровень, умеренный уровень. Они здесь перечислены. Я подробно останавливаться не буду, потому что количество их достаточно большое. Мы тоже, помним, все в голове не удерживаем, пользуемся справочной литературой. И есть минимальные, которые практически не требуют сопроводительного лечения. Тоже список препаратов достаточно большой. Для лечения этого состояния на сегодняшний день у нас есть инструменты. Это антагонисты 5-HT3-рецепторов, анденсинтрон и его аналоги. Глюкокортикоид и дексаметазон – один из лучших представителей антагониста НК-рецепторов. Это априпетант, фосаприпетант. И менее часто используемый метаклопромет, драпиридол, диазепам. И в последнее время присоединился нейролептика ланзапин. Мы на сегодняшний день пользуемся рекомендацией, которые создала международная группа по поддерживающей терапии. И эксперты из разных стран сделали вот такие таблички удобные для высоко, умеренно, низкой и минимальной метагенной терапии, для оккупирования острой тошноты и рвоты. Если всё правильно соблюдать, то контроль достигается в подавляющем большинстве случаев порядка 80-90%. И даже на сегодняшний день большую проблему вызывает лечение отсроченной тошноты и рвоты. Но для этого тоже мы имеем ряд лекарственных препаратов. Всё очень строго имеет свои показания, свои лекарственные препараты. И последние годы на помощь пришёл препарат аланзапин, показавшие хорошие результаты как при оккупировании острой тошноты, так и тошноты. Вот мы видим на слайдах здесь, на слайде, увеличение показателей порядка 20%. Но существует, как я уже сказал, неконтролируемая тошнота, рвота и рефрактерная. И здесь причинами могут быть другие состояния. Важно их дифференцировать для того, чтобы понимать и правильно лечить. Это интоксикация опухолевых, лекарственные препараты, психогенные факторы, высокая кишечная непроходимость, инфекция, гастростаз, запоры. Вы видите, перечень достаточно большой. И поэтому на встрече с доктором, когда у вас сохраняется тошнота и рвота, обязательно вы должны рассказать все свои симптомы болезни. И вот этот препарат аланзапин позволяет на сегодняшний день помочь в лечении неконтролируемой рвоты. Были проведены исследования, которые дали возможность определить показания к назначению этого препарата. Он на сегодняшний день записан в рекомендациях, присоединился относительно недавно, последние два года. Тем не менее, многие-многие пациенты говорят о том, что стало легче переносить какие-то отдельные варианты химиотерапии. Следующим пунктом, который бы хотелось обсудить и следующим словом в нашем словаре, является фибринонитропения. Это состояние жизнеугрожающее, когда мы имеем высокую лихорадку не менее чем двукратное за сутки повышение температуры больше 38 или однократное 38,3, обязательно в сочетании с низким уровнем метрофилов менее 0,5. Какие последствия? Они могут быть самые серьезные, касаться даже риска смерти, в случае возникновения инфекции, непринятия своевременных методов лечения, и менее, может быть, остро угрожающие, но тем не менее имеющие долгосрочные последствия в виде снижения эффективности лечения из-за отсрочки введения препаратов. Лечение на сегодняшний день достаточно хорошо разработано. Самое главное — его вовремя начать. И последняя строчка, вы видите, отчетливо об этом говорит, что оно должно быть начато в течение одного часа от момента начала осмотра пациента. Как правило, это антибактериальные препараты достаточно широкого спектра риска, показания которым определяет доктор. И он же определяет возможности и необходимость профилактики вот этого тяжелого состояния путем назначения колонии стимулирующих факторов. Различает первичную, когда с самого начала химиотерапии мы используем эти препараты. Что же это за лекарство? Прежде всего, здесь показано созревание стволовой клетки, это синеньким голубым цветом показана клетка, переходящая несколько ядов стадии процесса и возникающие из них нитрофилы. И вот этот переход из предшественников в нитрофилы как раз контролируется вот этим белком и моноглобулином, а дальше он воздействует на клетку, стимулируя ее быстрое созревание. Что мы достигаем использованием этих препаратов? Здесь на этой схемке показана потеря нитрофила в процессе химиотерапии без использования препаратов. А вот эта кривая дополнительно говорит нам о том, какие изменения происходят при назначении колонии стимулирующих факторов. Глубина нитропинии старается меньше, ее длительность значительно сокращается, инфекция просто не успевает развиваться. Существуют показания и ко вторичной профилактике, когда, проводя несколько цифровок химиотерапии, мы вдруг получаем фибрильную терпению, и в последующем, конечно, уже для сохранения интенсивности в лечении нужны колонии стимулирующие факторы. Кроме того, помимо коротких препаратов, которые мы ежедневно вынуждены вводить подхожно, разработаны пигелированные формы, которые позволяют повысить эффективность и сделать более удобным в виде проведения профилактики за счет введения одной инъекции. К сожалению, высокая стоимость является ограничителем для их использования, но помним мы и в ряде ситуаций широко используем пигелированные формы. Очередной пункт в нашем словаре – это венозная тромбоэмболия, грозное осложнение, которое в 9% случаев вызывает летальные исходы и является вторым наряду с инфекцией причиной заболевания и смерти онкологических пациентов после прогрессирования опухоли. Её частота зависит во многом от того, где располагается опухоль, и наиболее часто встречается в поджелудочной железе. На втором месте мы видим желудок, на третьем — лёгкое, и дальше уже в иерархии располагаются другие мозологические единицы. Очень много зависит от того, какой опухолевый процесс. Если опухолевая нагрузка в организме, её присутствие достаточно велико, то и риск тромбоза, конечно же, намного выше. Его механизм мы не будем долго обсуждать. Хочу сказать, что это только воздействие химиотерапии на стенку кровеносного сосуда и выделение опухоли у специальных белков, которые запускает каскад реакций. Кому же необходима профилактика низкомолекулярными гепаринами? А именно они очень часто используются в лечении. И вот международная группа во главе с Харана создали такие факторы риска, которые вы видите на экране. Это тромбоциты, это уровень гемоглобина, лейкоциты и избыточная масса тела. Если мы складываем всё это и получаем 3 балла и более, то имеем риск тромбоза более 7%. Именно эту простую схемку мы используем очень часто для того, чтобы определить показания для профилактики венозной тромбоэмболии. Однако мы различаем стационарную профилактику. И тут на помощь нам приходят соответствующие рекомендации, которые говорят о том, что стационарная профилактика нужна всем тем, кто имеет острую терапевтическую патологию и снижение двигательной активности, в сочетании, конечно, с активной злокачественной опухоли. А если говорить об амбулаторной профилактике пациентам, которые находятся на лечении, то здесь всё достаточно индивидуально. Не все пациенты нуждаются в ней, только лишь те больные, которые имеют как раз более 3 баллов по той табличке, которую я уже сказал. И мы на сегодняшний день имеем возможность использовать низкомолекулярные депарины – это клексан, фрагмин. В том числе имеем ещё и возможность использовать таблеточки, пероральные препараты – это апексабан и ривороксабан. Это упрощает нам возможности терапии, делает её более комфортной, и, конечно же, более широко мы имеем возможность её использовать. Но, к сожалению, возникает часто у пациентов, которым проводится химиотерапия, тромбоцитопения. И это состояние возникать может в целом у 4% больных и тяжёлые даже 1,9% по данным статистики. Что мы делаем? И нам на сегодняшний день говорят современные рекомендации. Если это количество тромбоцитов больше 50, мы лечение продолжаем. Если от 25 до 50 уменьшаем вдвое низкомолекулярные депарины, если ниже 25, то лечение прекращаем до момента восстановления препаратов. Всё очень чётко, всё понятно. Если соблюдать эти простые вещи, то мы не будем иметь грозных осложнений, коими является кровотечение во время антикоргулянтной терапии. А у онкологических больных его риск повышен, и мы видим практически вдвое увеличение в сравнении с больными, которые не имеют опухоли. Противопоказаниями к лечению являются недавние кровотечения в центральную систему, центральную нервную систему, интракраниальные спинальные очаги с высоким риском и активное кровотечение любой другой локализации с переливанием более чем двух доз или транцитарной массы в течение 24 часов. Остальные являются относительными, их показания определяет доктор, и уже мы можем здесь быть более подвижными. И ещё одно слово в нашем словаре — это широко известная анемия. Весьма неприятное осложнение, которое мы имеем у наших пациентов вследствие хронического воспаления, когда идёт длительная лихорадка, инфекция, лихорадка без инфекции. Это опухоль, индуцированная анемия, когда опухоль выделяет вещества специальные, которые тормозят выработку эритропоэтина, всасываемость железа и другие, вызывая расстройства. И анемия, индуцируемая химиотерапией. Здесь у нас также есть возможность повлиять на состояние пациентов, повысить количество. Помимо переливания крови, мы имеем у себя эритропоэтины, которые действуют наподобие колонии стимулирующих факторов, о которых я уже рассказал, и рассматриваются для лечения у больных, получающих химиотерапию после коррекции дефицита железа, тоже очень важного состояния. И начинается такой вид терапии тогда, когда уровень гемоглобина начинает становиться менее 100 г на литр. Выше этого показателя стимулировать нет необходимости. Мы пока смотрим, и, возможно, уровень гемоглобина и не будет опускаться до низкого уровня. Алгоритм на сегодняшний день хорошо очень разработан как за рубежом, так и в наших рекомендациях русско. Он понятен. Диагностика относительно простая. Всего лишь общий анализ крови. Два показателя. Сывороточная эритина и процентное насыщение трансферина могут нам показать всю эту тактику, и мы этим широко пользуемся. До настоящего времени, до возникновения этой таблицы всё было гораздо сложнее. Сейчас всё упростилось, и мы имеем возможность быстро принимать решения и доводить стабильный уровень гемоглобина до 120 грамм на литр выше. Поднимать уровень гемоглобина не рекомендуется из-за возникновения тромбоза. Это тоже очень главное и важное осложнение, о котором я уже выше сказал. Кому не показана терапия ещё? Это те пациенты, кто не получает химиотерапию. Это отражено во всех рекомендациях и наших, и зарубежных. Если у нас есть анемия, то, прежде всего, надо разобраться с той состоянием, с той патологией, которая вызывает. И здесь, вероятно всего, не потребуется эритроцит, стимулирующий препарат. А вот препараты железа мы можем использовать и не только у пациентов, которые получают химиотерапию, и даже у тех, кто её не получает. Коррекция её своевременно позволяет тоже справиться с низким уровнем гемоглобина у ряда больных. Но мы знаем, что необходимо воздерживаться от введения препаратов железа в дни введения противопухолевых препаратов, так как это может оказать негативное влияние на лечение. И последняя буква, и последнее слово, о котором я хотел бы сказать – это кардиотоксичность. Тоже весьма важное и грозное осложнение, о котором нам приходится думать, о котором нам приходится помнить. И связано это с тем, что существует два класса препаратов. На самом деле кардиотоксичность свойственна большему количеству больных, но мы выделяем в особые разделы препарат доксорубицин, который может повреждать миокард, и препарат тростозума. Очень много женщин получает такой вид терапии, имея рак молочной железы, и всегда нам необходимо помнить, что эти препараты угрожаемы по дисфункции левого желудочка. Как проводится диагностика? Ну, GLS – это продольная сократимость миокарда, достаточно сложная методика, очень мало использующаяся рутинно, в основном в крупных учреждениях. Гораздо проще контролировать тропонин Ай, который необходимо сдавать в течение двух суток после введения препаратов, если мы обеспокоены воздействием на миокарда лекарственных средств. И самый простой, самый доступный, самый удобный способ – это оценка фракции выброса левого желудочка по эхокардиографии. И на сегодняшний день мы имеем тоже достаточно чёткий алгоритм, как поступать, когда мы выявляем какие-то изменения. Если бессимптомное снижение фракции выброса более 10 единиц, и необходимо нам приостановить лечение, очень часто бывает в этой ситуации. Если снижение фракции выброса до 40-49, ниже 50%, существует возможность проведения терапии тростозумабом, тоже мы об этом знаем, но более частый мониторинг нужен и сердечные биомаркеры. И, конечно же, здесь, наверное, лучше проконсультироваться с кардиологом для того, чтобы снизить риски кардиотоксичности. Частота обследования. Вы здесь видите её представлено на слайде. И если мы лечим в дозе доксурубицином, не превышающим 250 мг, то есть достаточного для одевантной или вспомогательной терапии, то здесь часто можно не проводить измерения фракций выброса левого желудочка. А вот если мы дозу превышаем 250 мг, то уже тесты необходимо проводить каждые 3-6 недель, желательно в условиях одной и той же лаборатории. Все эти нехитрые способы, методы позволят нам предупредить и не допускать развития тяжёлых осложнений. Всё то, о чём я на сегодняшний день рассказал, можно при хорошем подходе и грамотном обсуждении на дисциплинарных комиссиях, о которых говорила Татьяна Юрьевна, своевременно проводить профилактику развития грозных осложнений и не допускать их развития. Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы и надеюсь, что может быть какой-то ряд сложных для восприятия медицинских терминов слайдов я постарался пояснить простым языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok